Я снова здесь, что-то произошло с камерой, вот, у меня вышло сообщение, да, Дамирчик? Я уже рассказывала много раз, что я безумно люблю бумажные книги, что я люблю их запах, что я люблю листать их, вот этот вот звук, этот, как вот, вот этот вот звук, когда ты перелистываешь совсем новую, свежую книжечку, да, что я люблю заходить, я люблю заходить в книжный магазин и ощущать этот запах книг, словно горячие пирожочки только из печи, обожаю запах свежих книг, вот этого вот шрифта, вот этой вот печати, вот этой вот обложки книг, не знаю, даже запах этого клея, да, клея, которым они проклеены, я обожаю, просто невероятно обожаю бумажные книги. Ну, знаете, когда ты заходишь в магазин, и бумажная книга стоит полторы тысячи рублей, ты такая думаешь, чего? С учетом того, что я читаю от пяти до восьми книг в месяц, читала на тот момент, сейчас я пока из-за загруженности не могу никак Анну Каренину побороть, вот, ну, я уже где-то на 750-я страница, плюс-минус, и скоро я ее таки поборю, эту Анну Каренину, вот, тем более, что у меня на работе был бумажный экземплярчик, дома у мамы бумажный экземплярчик, вот, а здесь, к сожалению, у меня электронный экземплярчик, вот. Ну что ж, не срослось у меня прочитать тот бумажный вариант, вот, значит, в последнее время из-за такого ритма жизни мы предпочитаем электронные книги, чаще всего аудиокниги, ну, как бы, ребенку я в любом случае читаю своим голосом, ему не читает посторонняя тетя-робот из аудиокниги, ему читаю я книги, вот, поэтому тут, как бы, тут попроще, тут полегче, ребенку читаю книжки я, значит, и... Домирчик говорит, что ему очень нравится мой голос, он очень любит, когда ему книги читаю я, ну, вся история еще в том, что я останавливаюсь, отвечаю на вопросы ребенку, вот, рассказываю какие-то, допустим, что вот это там книга, это там писатель, это там правили там короли в те времена, там, и так далее, да, а не, допустим, там, президенты, как у нас сейчас, преимущественно, вот, что? Что? А, про Флавию? Я рассказывала, Домир попросил уточнить, что мы сейчас читаем книгу про девочку Флавию Делюсу, «Сладость на корочке пирога», которую он написал, Аллан Брэдли, это серия детских детективов, я уже рассказывала, что в этой книге, можно, я не буду каждый раз об этом говорить, Домир, ну, сколько можно, это, это тупо пожелание Дамира, книга о химии, о приключениях, детектив детский, все то, что нравится Дамиру, есть в этой книге, все? Я понятия не имею, есть ли про нее мультик, надо узнать, посмотреть, все, можно я свое договорю? Значит, что еще, что-то еще хотела сказать, ага, так, так, да, когда Мир является левшой, я там уже тоже в каких-то видео, по-моему, начала рассказывать, или хотела об этом рассказать, но я когда училась в школе, все началось с того, что мне бы как бы хотелось писать левой рукой, мне так было удобнее, вот, но мне сообщили радостно, это были 90-е, тогда переучивали детей, вот, мне тогда радостно сообщили, что писать надо правой рукой, и, в общем-то, начали меня учить писать правой рукой, я тогда начала, как левша, писать снизу вверх, и мне начали сообщать, что я должна писать сверху вниз, в общем, мне так переделали интересный почерк, что мой почерк до сих пор не является красивым, хотя в моей жизни прописи существовали до пятого класса, вот, до пятого класса мама боролась, чтобы я писала в прописях, и за неделю минимум, а то бывало даже и за день, если это были каникулы, я целый день дома, то я прописывала целую тетрадку прописи, у меня была вот такая ступка прописи, и я сидела и прописывала, 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 как сумасшедшая, у меня аж пальцы отваливались, это как бы, да, лето у школьницы, сижу в прописях, пишу почерк, мой лучше не стал, потому что не нужно переучивать своих детей, и вот сейчас мне способность работать, писать и так далее левой рукой не раз мне помогала в жизни, потому как, ну, допустим, когда ясно, что ты писал? Я и писала. Что? На Исайе я ирнуков. Хорошо, Дамир. Так вот, дело в том, что когда я училась в лицее, у нас одно время было очень большое. Ну, хорошо, вытирайся иди, ну, кошмар какой-то. Все внимание к тебе, Дамир, все внимание к тебе. На, вытирайся. Прекрати там ходить. Прекрати там ходить. Я не помню, о чем я говорила. Вот не помню, друзья мои. А, я говорила про левшу. Замолчи, играй своими делами, занимайся, я тебе сказала. Занимайся своими делами. Ребенок у меня даже вытереться не умеет. Я не понимаю, какого черта он постоянно трогает волосы грязными, руки в сахаре, он берет там что-то, как баба Алена. Берет и там что-то колупается, колупается в волосах. Ты как баба Алена, Дамир. Да, ты вот на нее кричишь, она дура эта самая. А сам в волосах так же копаешься, как она. Она пожрет и постоянно в волосах копается. И ты точно так же делаешь. Поешь и в волосах колупаешься. Вытирается, не вот так вот вытирается, то есть не вот так вот, а он вытирается вот так вот, тянет туда к ушам всю еду. Я не знаю, вот в каком возрасте дети должны уметь нормально вытираться. Вот в каком возрасте? Уметь так, чтобы у них все чисто было. Я просто не знаю в школу идти совсем скоро. Я не знаю, это будет стыд и позор, если он будет ходить в еде. Будет лицо в еде. Прекрати завязываться в узел. Сядь ровно и нормально. Не беси уже. Не раздражай уже. Уже прекрати. Уже играйся. Задрала уже. Это короче. Я на нервах, я на взводе. У меня уже... У меня иногда складывается впечатление, что детей в садик отводят женщины, вот которые не работают женщины. Они отводят детей... Да, Мирчик, надо вести себя нормально, а не птичек мне включать. Я про птичек пошутила, если ты не понял. Если ты меня заколебал за целый день, это не значит, что ты включишь птичек, я все забуду. Мне надо, чтобы ты рот нормально вытирал и не об волосы. Понятно тебе или нет? Я об волосы не вытирала. Да, Мир, у тебя волосы в сахаре были. И ты рот вытираешь вот так. Смотреть на меня, ты вот так его вытираешь. К ушам. А надо вот так вот. Вот отсюда раз, раз. Вот так надо вытирать рот салфеткой. Что? Что? Ты все забудешь. Ты всегда... Ты брехуха маленькая. Ты всегда мне все говоришь и никогда не делаешь. Вообще никогда. У меня уже все... У меня уже все колотит. У меня такое ощущение, что детей отводят в садик люди, именно женщины, которые не работают именно, чтобы просто отдохнуть от детей, чтобы вот этого вот не было постоянно. 24 на 7 находиться с ребенком. Я не знаю, как можно находиться с ребенком 24 на 7 и вот так вот, чтобы тебя не поколачивало. Это надо тогда, чтобы ребенок не... Вот даже вот бывают моменты, когда приходит Володя с работы. Да, Мир, постоянно со мной вместе. Мы постоянно находимся рядом. Но он начинает все равно. То есть единственный час, который у меня есть, чтобы поговорить с Володей, когда до того момента, как он поужинает там ляжет спать, у меня там около часа времени. Даже в это время Дамир требует все равно внимания к себе. Даже в это время он постоянно пытается со мной разговаривать, что-то рассказывать. И даже чтобы что-то рассказать Володе, мне нужно иной раз начинать по 10, по 20 раз пробовать рассказать ему что-то. Потому что Дамиру в это время тоже очень нужно что-то рассказать. Почему так, Дамир? Почему я не могу пообщаться с папой, когда приходит папа? Мне нужно тебя продолжать слушать. Почему я не могу пообщаться с папой, а потом послушать тебя? Это эгоизм называется. Выключай его. Ты слышишь меня или нет? Это называется эгоизм. Я хочу поговорить с папой, когда папа приходит. Не тебя слушать, продолжать в это время, а поговорить с папой. Можно подождать немножечко, а потом рассказывать дальше свое? Можно? Я хочу не только с тобой общаться, а еще и с папой хочу общаться. То ли это ревность у тебя какая-то. Не только с тобой. С папой тоже хочу общаться. Понимаешь? Нет? Ничего ты не понимаешь. Ты мне не даешь разговаривать с папой, когда он приходит с работы. Не даешь. Что ты именно не будешь? Ты же еще не понимаешь нормально, когда с тобой разговариваешь? Что именно ты не будешь? Что именно ты не будешь? Я не думал, что ты не будешь поднимать сюда. Короче, не знаю я. Он постоянно... Что это? Что это опять включилось? Что это включилось? Что это? Свет это не... Что это за хрень? Уйди отсюда. Какая-то штука включилась, не соображая, что это в камере. Теперь сплошной засвет. Теперь какая-то чересчур светлая. Стрысни отсюда. Пусть она уйдет. Вот гляньте, теперь пауза какая-то. Не знаю я, что это вообще происходит. Что-то такое, что-то включается. Как будто я птичка. Что? Как будто я птичка. Яша, зачем ты мне об этом напоминаешь? Не надо мне говорить про Яшу. Зачем ты мне об этом напоминаешь? Яша въясиноватый. Тебе на него может как бы птичка и птичка. Это мой питомец. Мне его пришлось оставить у бабушки твоей. Почему? А бабушка, да? Ну это тебе просто как Яша, а мне тяжело по сердцу вспоминать об этом. Понимаешь или нет? У нас разные ощущения этой ситуации. Короче, когда Володя приходит домой, Дамир мне не дает с ним разговаривать. Мне надо по 10-20 раз пытаться поговорить с собственным мужем. Потому как ребенок начинает мне рассказывать кучу интересных историй вдруг ни с того ни с сего. И несмотря на то, что мы находимся постоянно дома, у меня вопрос, почему ты не рассказывал эти истории, когда папа не пришел еще? Почему тебе надо резко начать меня перебивать и начать рассказывать свои истории тогда, когда он пришел? Ладно, я не знаю просто, у меня нет сравнения. У меня никогда не было братьев и сестер, это самое, родных. У меня был двоюродный брат Илья, но я им особо не занималась. Потом появился Максим, потом появился Егор с ними, вообще не занималась. И, к слову, они настолько странные люди, Максим и Илья, что они даже со мной не здороваются. Вот я прихожу с мужем моим, здороваются, а со мной не здороваются. Вот так глаза в пол опускают, и когда я нахожусь в поле их зрения, они так и идут мимо. То есть они идут по комнате, раз, глаза в пол такие, потом голову подняли и пошли дальше это самое. И они со мной не здороваются. И чтобы там бабушка моя говорит, ну они маленькие. Я говорю, в каком месте? Одному 12, второму 9 лет. Я в 12 лет уже бегала на каблуках, накрашена. А он со мной поздороваться не может? Это ненормально, когда человек не здоровается. Да что это такое? Как это убрать? Кошмар какой-то. Какая-то штука посередине экрана, и она не убирается. Я не знаю, что это такое. В общем-то, в общем-то. Да что она? Блин, уходи. Уходи, штука посередине экрана. Как ее убрать? Короче, вот такие вот у меня интересные братья, которые со мной не здороваются. Ты знаете, еще соседка у нас интересная, Диана Малая. Ей говоришь, здравствуйте, а она молчит, она не здоровается никогда. Дамир несколько раз подходил. Я раз пять, наверное, делала попытки с ней здороваться, а она со мной не здоровалась. А потом резко, ни с того ни с сего, через месяц она вдруг решила поздороваться со мной сама один раз, и все, и больше она опять не здоровается. А Дамир раз пять к ней подходил знакомиться и говорил там, привет, я там Дамир, а тебя как зовут? Привет, давай познакомимся. Вот, ну у них разница там, ну может она его на год старше, где-то так. То есть я так понимаю, что она первый класс закончила, а Дамир только в первый класс. Вот, она пойдет во второй класс, а Дамир пойдет в первый класс. Вот, ну то есть она тоже маленькая девочка, и как бы, ну, и, ну, а что не познакомиться? Но она не хочет знакомиться, видите, она молчит, она даже не смотрит в сторону Дамира. То есть она какая-то очень странная девочка, дело тут совсем, по моему мнению, не в стеснительности, дело тут, мне кажется, в каких-то психологических проблемах. Возможно, потому что она живет с мачехой, а не с мамой, вот, где ее мама, что случилось, вот, непонятно, я не в курсе этого. Может, умерла, может, она неблагополучная, и поэтому она не живет со своей мамой. Тут я, значит, этого не в курсе. Значит, ну, она почему-то вот в этом году, я так понимаю, она год всего плюс-минус живет с мачехой, со своим отцом, вот. Значит, что еще, что еще, что еще? Я об этом, у меня нет никаких примеров других детей, как они себя ведут. Вот, насколько они непослушны, насколько они перебивают, насколько они считают что-то, что они говорят, жизненно важно, насколько им постоянно нужно знать, о чем же говорят взрослые, насколько другие дети, почемучки и так далее, мне это все неизвестно. Так вот, по поводу левой руки. Я там начала говорить, да, за левшу-не-левшу в лице, и я, мы очень много писали, поэтому писала в тетради о правой рукой, а левой рукой я часто писала на доске. Вот, в университете я часто писала левой рукой маркером на доске, у нас там была другая система, мы писали маркером. Потише, пожалуйста, мне тяжело так говорить, веди себя тише. Значит, мы писали там маркерами на доске, на такой пластиковой, вот. Кто-то обычно маркером в одной из аудиторий порисовал, пописал там, вот, и из-за этого, ну, в общем, испортил таким образом доску просто. Вот, значит, может, это было намеренно сделано, я не в курсе, как бы, насчет этого. Значит, потом... Потом у меня был сильно ушиб руки, я 7 недель ходила с повязками и на правой руке, и мне приходилось собираться, краситься и писать какие-то конспекты левой рукой. Я тогда училась в университете. А потом, какое-то время спустя, я сломала правую руку, вот, и тоже 7 недель, но уже в гипсе. Поэтому мне предстоит нелегкая задача, вспомнить, каково это. Писать левой рукой, к слову, пишу левой рукой, я лучше, чем Володя пишет правой рукой, он левша. Вот, это его собственные слова, это он так сказал, это не я придумала. Поэтому мне предстоит задача вспомнить, каково это писать левой рукой, чтобы суметь помочь писать левой рукой ребенку, который является левшой. Вот такая сложная задача у меня состоит. В общем, поговорили с вами о сидении дома, о том, как в данный момент я отношусь к работе вне дома, вот, и как я отношусь, то есть, как я отношусь, что я сейчас занимаюсь работой в интернете, я не езжу никуда, вот, и как я отношусь сейчас к работе, на которую нужно каждый божий день ездить. Опять-таки, работа в интернете, если говорить о пенсии, то еще не факт, что мы до нее доживем, что ее там не продлят, что ее не отменят. И в крайнем случае всегда можно оформить индивидуальное предпринимательство и заниматься им. Это всегда можно сделать, вот, и откладывать себе, в конце концов, можно в банк откладывать себе деньги, а можно в банку под идеальник, вот, это самое. Всегда можно найти способ откладывать себе деньги на старость, вот, всегда можно это сделать. Поэтому, я в данный момент, я, по крайней мере, уж точно об этом не переживаю, мне в данный момент совершенно не до этого, по той простой причине, что мне сейчас больше думается о том, что, о ближайшем будущем. Я такой человек, вот, Вова любит строить кардинальные, глобальные планы, а я такой человек, что я строю всегда планы близкие какие-то, что вот на сегодняшний вечер, на завтрашний день, как бы, да, и особо не дальше. Ну, единственное, что мне теперь приходится рассчитывать в плане маникюра, не на ближайший день, а бывает на плюс-минус, там, неделю вперед нужно будет записываться, да. А для меня, как для человека, который ранее работал, имел какое-то расписание, вот, это довольно-таки сложный процесс был раньше, поэтому меня очень устраивали какие-то вот небольшие... Скажи. Ну, ты ищешь бананы сейчас? Да. Прикольно, на острове, да? Да. А когда ты научишься вытираться нормально? А ходить будешь возле мисок еще? Что у тебя возле мисок? Портал? Что у тебя возле мисок? Что ты там ходишь? Вот, я не хочу попасть в портал, я как будто в другом месте попаду. Ну, вообще, такая, какая-то параллелька была для меня. Вот, только, вообще-то, ну, сама, только я вот в другую маму нахожусь, в другую папу. То есть, я другая мама, если ты пройдешь мимо мисок? Нет. Нет. Это чтобы к другой маме не попасть? Я не хочу. У нас нет, в случае, я не хочу. Дамир, перекинешь миски, будешь убирать сам. И пойдешь сам в магазин за кормом. Я тебе ясно сказала? Я не хочу. Ты понял меня? Да. Я не буду убирать, если ты перевернешь миски. Ты понял меня? Да. Мне хватает кота, который может это сделать. Я не хочу, если тебе не ясно, я не хочу убирать грязь от мисок. Я не хочу убирать корм, я не хочу убирать воду, если ты не понял. Понятно или нет? Я понял. Что ты понял? Ничего ты не понял. Ты не понял, что это сложно. Я не хочу убирать. Мне лень, я не хочу убирать. Мама, там уедет. Содрал уже. Господи, уже морду свою в сахар сует. Тебе нельзя, у тебя свое питание. Вот твоя еда. Я ничего ему не разрешала больше. После того, как он его чуть не вырвало, я ничего ему не разрешала. У него только свое питание. Все. Я даже не хочу слушать тех людей, которые за натуралку. Вот вам всем. Ничего не хочу знать. Ничего не хочу слышать. Я не буду готовить коту с одной комфоркой здесь. Я не буду еще коту готовить отдельно. Он будет есть свой корм. У него все прекрасно с питанием. Никакой натуралки. Все. До свидания. И он тоже, по-моему, отравился этими кукурузными палочками. Потому что Дамир ему полпалочки давал два раза. Да, Дамирчик? Да. Два раза давал по полпалочки. Он кушал, лизал. Но он лизал. Какая разница? Он их облизывал. Все, ребят, все. У меня что-то уже, короче, вообще плохо мне это самое. Тяжело мне дышать. Сердце, что голова опять гудеть начала. Усыпь у меня по всему телу. У меня по всему телу сыпь. Спасибо палочкам кукуруза. У меня головная боль уже несколько дней. У меня по всему телу сыпь, не только на лице. У меня болит сердце. Мне плохо. Я целый день, целыми днями все, что съела, все из меня выходит. Вот. Это самое, через рот. Не хочу я. Не хочу. У меня такое обезвоживание, что, извините, я в туалет по-маленькому вчера практически не ходила вообще. Вообще. Вот. Я не знаю. Я ни воды не могу попить, ничего. Мне настолько плохо. Спасибо палочкам кукурузным Кузя. Это детские, блин, палочки. Это детские палочки. Какого черта они вообще продаются, если они такие вредные? Если Роспотребнадзор решил, что они входят в список самых опасных производителей кукурузных палочек, то какого черта они до сих пор продаются в магазинах? Мне вот интересно очень. Я в шоке просто. Я в шоке. У нас вся семья ими отравилась. Кот, который облизнул палочку, эту кукурузную, один раз и половинку там в другой раз съел. Ребенку было плохо, он вчера лежал, у него живот болел. Муж ничего не хотел есть, ему было плохо. Я отраванулась сильнее всех, потому что я аллергик. У меня еще аллергия началась на эти палочки. Это просто какая-то жопа. И мне это не только этот случай. Я еще потом нарыла в I recommend я нарыла ситуацию, где у женщины, у ребенка все обсыпало, он не является аллергиком. У него там такие прям огромные вот такие вот какие-то шишки попоявлялись. И все вот так вот в пятнах, в красных телах, там уши, спина и так далее. Я понаходила кучу ситуаций, где люди целой семьей травились этими кукурузными палочками. В интернете можно все найти. Вот только вопрос, какого черта они до сих пор находятся в продаже, эти палочки? Какого фига? Все, я буду пытаться как-то собраться, вот, как-то привести себя в порядок, сделать причесочку, макияжик, переодеться. И мы попробуем с Демиром сходить, если не в Рэмми или Светофорту, хотя бы в Лимон и купить себе по-мороженому, надеюсь, не ядовитому, как кукурузные палочки. К слову, ребенку я уже объявила, что никаких кукурузных палочек в нашем доме не будет так уж точно в ближайшие несколько лет никаких производителей. Честно, я съедаю, не помню, говорила, нет, что? Еще никаких больше палочек. Я раз в год съедаю так точно большую пачку чипсов сама. И, вы знаете, я не травилась чипсами. Я не травилась чипсами, даже съедаю большую пачку чипсов сама. Пусть раз в год, но я и кукурузные палочки, извините, ем вообще раз несколько лет. Вот. Вот у меня вопрос. Почему я такой якобы химией, таким ядреным там составом и так далее, почему я чипсами никогда не травилась? Разные чипсы ела. Никогда ими не травилась. А кукурузными палочками, здравствуйте, приехали. Так ведь и чипсы являются как бы, ну, все-таки более взрослым товаром, а кукурузные палочки покупают даже малышам двух лет. Ну, ну, быстрей. Нет, сметана и лук с зеленым. Например, любят со сметаной и зеленым луком чипсы. Мы, по-моему, по-моему, лейс мы покупаем. Кстати, раньше я очень любила чипсы люкс, а потом как-то все поменялось, и мы стали покупать лейс, вот. Хотя лейс тогда еще не были такими, ну, растиражированными, разрекламированными, вот. И как-то, ну, все-таки люкс были более популярны, чипсы, чем лейс. А потом люкс как-то исчезли. Да, Домирчик? Потом как-то люкс чипсы исчезли и стали только лейс на прилавках продавать. Да, блин, что такое? О! Как оно? Как оно может быть, если протереть камеру? Вот. Значит. Все, я буду пытаться собраться, я буду пытаться собраться, будем мы пробовать выходить, наверное, на улицу. Я не знаю. Я не знаю, мне честно, вот мне то нормально, нормально, то раз опять накрыло, опять бушка болит, опять тошнит, опять... Ой, вот тяжко дышать, не знаю. Естественно, я еще не полностью пришла в себя. Просто я к чему? Я к тому, что почему чипсами я не травилась никогда, а кукурузной палочкой, которые покупают даже двухлеткам, ими можно вот так вот лихо отравиться, у них такой говеный состав оказывается. Все, друзья мои, я пошла. Все, друзья мои, я пошла.